Субтитры делал DimaTorzok 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 Время смерти? Время смерти между 9 и 10 часами вечера Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А у тебя что? Частицы эпитерия на костяшках пальцев погибшего Принадлежат мужчине А пальчики на Фемиде? Отсутствуют Стоитоветку тщательно вытерли Нам повезло еще, что Фемид вся такая резная Поэтому и остались микрочастицы крови Я вот что не понимаю, почему не вытерли нож? На нем-то отпечатков хоть отбавляй Правда смазанные все, ни одного четкого У покойного был половой акт И может быть партнерша сопротивлялась А может быть таким образом показывала свою страсть Когда были оставлены эти царапины? Ну, примерно 30-40 часов тому назад Точнее сказать сложно Спасибо, Валь Нужно изучить эти царапины Возможно, там есть частички инородного эпителия Хорошо сделаем Вань, у меня тут какие-то файлы не открываются По-моему, фотографии Ага Они у него запоролены Но это мы мигом Слушай, ну и как делить будем? Ну, как обычно Доверимся монете Давай Ришка, ты читаешь архив погибшего Я допрошу удовольствую Кидай Ты жульничаешь? Отграться дашь? Дам Только не в этот раз Выполняйте, майор Есть Ну что там? Есть интересные фотки? Или я зря взламывал его суперзащиту? Есть Есть Это компьютер убитого? Да Смотрите, Галинка, у нас сколько здесь фотографий Этой девицы Причем в разных местах и позах Судя по всему, она была влюблена в убитого Видите, какими счастливыми глазами смотрят на него Танечка, ищи что-нибудь, что поможет установить ее личность Может быть, в личной переписке Или на самих фотографиях Так, это те, кто звонили убитому? Да Проверь все номера за последние три дня Кому принадлежат, на кого записаны И сколько времени длились разговоры Уже делаю Как это могло произойти с Артемом? Это ужасно Я понимаю ваше состояние, но Пару вопросов я все-таки вынужден вам задать Наталья... Васильевна Задавайте, пожалуйста Простите, если мой вопрос покажется вам бестактным Работа такая Что это? Царапины на спине вашего мужа Это... Не вы поцарапали мужа? Я? Да вы в своем уме Простите мне мою бестактность Но, может, это было в порыве страсти? Ты что, вы себе позволяете? Да я бы никогда себе такого не позволила Хотя мы с Артемом Мне бы не хотелось это говорить Это очень лично Мы... Мы очень любили Друг друга Ясно Мы все-таки вынуждены будем взять у вас анализ на ДНК Берите, пожалуйста Еще вопрос Скажите, а в последнее время ваш муж С кем-нибудь конфликтовал, ссорился? Смотри, Таль Покойному все время кто-то названил Сыновой того же номера, не занесенную в записную книжку Причем разговоры длились не доля полутора минут каждый Он почему-то не занес его в записную книжку Кто это был? Ваня Ваня Ваня, иди сюда Я нашла название ресторана, где погибший отдыхал с девушкой Ресторан Прибой, а официант Егор Молодец Собака? Ну конечно, собака Собака Собака? Да, Пудель Блэк, он у нас позавчера пропал Я с ним пошла гулять Со шейника спустила Он никогда далеко не убегал Тут убежал Я его около часа искал, не нашла А вчера вечером Муж пошел мусор вынести И Блэка заодно поискать Блэк, Блэк, Блэк Блэк Там в пакете Блэк был Весь до кусочки Изрезанный Скажите, у вас есть подозрения, кто это мог сделать? Да есть у меня одна мысль Но я в этом не уверена Над нами такой злой старикан живет Пахомыч все его зовут Так вот он собак вообще не любит Говорит, что все, что не овчарка Так это издевательство над природой В особенности Пудель Ну и Блэк ему тоже взаимностью не отвечал Пару раз даже по двери ему нагадил Ну и Пахомыч обещал его прикончить Даже у них с мужем Неделю назад в ссоры вышло Ты его своего пса усыпил, понял? Чего? Чего слышал? Еще раз под мою дверь нагадит Я его сам понял, что понял? Он вам под дверь нагадил? Вот псины глупые Вы уж простите нас Ты свое простите за суд в одно место Ну что же вы так злитесь? Ну он нагадил, ну что делать? Ну с кем не бывает То есть я хотел сказать, что ну псины В общем я предупредил Обхохочешься потом Тронешь пса Я тебя лет на пять упеку Предупредил он меня Давай адвокат А в тюрьму из-за Пуделя Жену свою посадишь Приятного аппетита, господин майор Спасибо Я от вам тут несколько бумажек принес Может пригодится Да, бумажек у меня явно мало Как-то заметил Кстати, дорогой коллега Перед тем, как погибнуть под грудой бумаги Я бы вам порекомендовал Поинтересоваться биографией нашего адвоката Между прочим, он не всегда был адвокатом Слушай, Вань Давай рассказывай, что нарыл И проваливай Работать мешаешь, извини Для пользы дела пропускаю грубость мимо ушей Оказывается, наш адвокат пару лет назад был судьей Правда, недолго Я вот тут нарыл материалы По делам, которые он вел в то время Ну и Ну и, вот А еще мне удалось выяснить Владельца мобильных телефонов Которого постоянно звонили убитому Так, Столяров Илья Валерьевич Столяров, стоп Все, пошел Спасибо, Вань Спасибо В общем-то, Галь Исследовали труп собаки Провели тросологическую экспертизу Белая говорит, что Пуделя изрезали ножом Найденным в спине у адвоката Ну и ну Теперь смотри Пахомыч Семен Витальевич 62 года Майор в отставке Ветеран Афганистана Была контузия, но после вернулся в боевую зону Мда Что? Отозван после контузии По причине жестокого обращения с подчиненными Если его в то время По этой причине тихо убрали Ты представляешь, что он творил? Привешите Уходи В общем, как вы знаете В последние дни Кто-то убитому названил Так вот, этот звонарь некто Столяров Я выяснил Значит, он сидел за изнасилование пять лет Две недели назад откинулся Его защищал Рогов? Нет Рогов его как раз и посадил Дело в том, что по материалам дела Позиция обвинения была весьма шаткой Плюс к тому адвокат Предоставил свидетелей, подтвердивших Что потерпевшая сама пришла к Столярову домой Тем не менее, Рогов Вкатил ему по полной Выходит, у него была причина ненавидеть Рогова Выходит, была В общем, я займусь этим Столяровым Коль, ты не заскучишь в ресторан-прибой, а? Мы, который опознали по фотографиям Там, вывеска Может быть, официант видел Рогову и девушку Я запахуруч Сереж, давай ты сначала к Столярову А потом в ресторан Давай Да не трогал я его собаку А вдова Рогова утверждает, что вы угрожали ее убить Да что ты по зомбарке не скажешь? Не, ну если под твоей дверью собака гадила Да еще несколько раз Как бы вы себя вели? Ну а как насчет убийства самого Рогова? Алло, поджировые следы на ноже, найденном в спине, прилежат по хомучу Погодите, погодите, вы что, серьезно? Значит, не только смерть собаки Ну и самого Рогова повесить не хотите Да я тебя... Взять на место И отвечай на мои вопросы Вот, познакомьтесь, гражданин Пахомыч На ноже, которым зарезали собаку Ваши отпечатки пальцев А нож этот, между прочим Найден в спине Рогова Так вы что, обалдели? Хочите сказать, что я его зарезал? Нет, не хотим Вы проломили ему череп Статуэтка Фемиды А потом, не зная, что он мертв Всадили ему в спину нож Да какая еще Фемида? Я никого не убивал Так-так Ну а где вы были вчера между девятью и десятью часами вечера? Вчера? Дома был Новости смотрел И никто, конечно, не сможет этого подтвердить Нет Спасибо, что не стали меня в ресторане допрашивать А то у нас хозяин такой Потом не объяснишь Что ни в каком преступлении не замешан Выгонит к чертовой матери Ничего слушать не станет Скажи-ка Ты знаешь этих людей? Да Конечно помню Они у нас часто бывали Особенно он Этот мужик Он адвокат Я часто слышал, как он по телефону говорил Все Суд, статья Постараюсь найти смягчающие Фамилия его Рогов Он мне недавно визитку свою оставил Только я ее потерял А баба это студентка его Кажется, Катя зовут А то, что Катя откуда знаешь? Так он ее Катей называл А она как-то с подругой пришла Ну и говорила, что Рогов лекцию читал Я хочу сделать заявление Я никого не убивал Больше без адвоката я слова не скажу Ну да, да В моей жизни много всякого было Рогова я терпеть не мог Тем более собаку его Чтобы я Боевой офицер Это ниже моего достоинства Но я знаю, кто убил И кто же? За Роговым следил кто-то Мужик какой-то В смысле? Да без всякого смысла Несколько раз за последнюю неделю Я в нашем дворе видел какого-то мужика Ну так описать не опишу Но вот то, что за Роговым следил Это точно Он уходил, когда Рогов уезжал Да не вру я Ей-богу, не вру Слушай, в Москве сейчас Юридических факультетов Столько же, сколько экономических Полно И нигде преподавателем Рогов не значится Да, кстати, его жена тоже ничего не знала О его преподавательской деятельности Ну может, это официант что-то напутал? Он-то, может, чего и напутал Ты только ищи, давай, работай Надо его найти Да сиди, сиди Что со столяровым? Да нет, со столяровым на квартире Я оставил там засаду Появятся, ребята его возьмут А девушку мы пока никак найти не можем Нет Ну вот ищем, Галь, девушку, ищем Понятно Но сейчас меня столяров больше интересует Пахомыч не врал Оперативники еще раз опросили соседей Рогова И выяснили, что не только он видел мужчину Следившим за Роговым Так а что сам Пахомыч, что с ним? Ну пока, кроме ножа, у нас ничего на него нет Да как-то я не верю, я в виновности тирана Кстати, он в качестве алиби Очень забавно новости в лицах пересказал А эта передача шла именно в это время Она без повтора Так что, хотя и хлипенькая, но алиби А вот персона Столярова, интересно Телефон его отключен, засечь невозможно А Столяров не появлялся? И у матери тоже? Спасибо Столяров пока не проявлялся Надо его искать Есть какие-нибудь идеи? Опера проверили всех его знакомых Пока мимо Нет, у меня идеи Пока Ну, прошу тебя Ну что? Попался Все супер, смотри Рогов читал лекции в академии на одном юридическом факультете Он не преподавал там, а просто лекции читал Как приглашенный действующий адвокат Слушай, у них там что, такая практика в академии? Ну это важно Ну да, судя по всему, да Они приглашают там разных юристов, адвокатов, прокуроров, даже судей А Катю? Катю ты нашел? Да Лекции слушали целых три Кати Мухина, Штольц и Яковлева Наша Мухина А откуда известно, что Мухина наша? Что? С сайта факультета Там их фото Сейчас так принято Все свои общества создают Фото вешают Людям нравится общаться Смотри друг на друга Да, точно Слушай, а без лирики найди мне адрес этой Мухиной, можешь? Опять обижаешь? Ну ладно, что ты Понял На три минуты активизировался телефон Столярова В районе Печатников Потом его опять потеряли Телефон снова выключен Замечательные новости И главное, здорово продвигают нас вперед Галь, ну что есть Но мы не волшебники, сам понимаешь Кто там? Генеральная экспертная служба, откройте, пожалуйста Здравствуйте, я майор Майский Вы из милиции? Из милиции, из милиции Разрешите? Проходите, пожалуйста Катя Да, Катя Скажите, пожалуйста, Катя, вам знаком некий Рогов Артем Игоревич? Да, он вел у нас лекции в институте А что случилось? Позавчера вечером его убили Убили? Тихо, 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 тихо Катенька, тихо Я поэтому приехал Нам нужно проехать к нам И я хочу задать вам пару вопросов Это я его убила Чего? Это я сделала Зачем? Какая разница, зачем? Все, я сейчас собираю вещи И везите меня куда там, в тюрьму? Я готова, поехали Скажите, а вы не одна живете? А вам какое дело? Я в убийстве призналась Ордера на обыск у вас нет Так что поехали Поедемте, поедемте Да, Рогов ко мне приставал А ты его за это убила? Нет Один раз он попросил, чтобы Я зашла к нему в контору И Там меня изнасил Понятно Значит, ты убила его за это? Да Как? Когда? Я не помню Я была в шоке Ударила чем-то Катенька, ты знаешь На компьютере Рогова Мы нашли твои фотографии Как они там оказались? Я не знаю Более того, я скажу тебе, что на этих фотографиях Ты выглядишь очень счастливой Довольной жизнью И смеешься прямо в объектив То есть выглядишь, как девушка Которая, внимание Рогова Очень дорого и очень лестно Как ты это объяснишь? Да и какая разница? Может быть, монтаж? И вообще, что вы ко мне пристаете? Все, все рассказала Продолжите, осмотрите в жилки Катя Скажи мне Кого ты выгораживаешь, а? Кого ты выгораживаешь? Зачем? И, кстати, мне необходимо будет взять твой телефон Мобильный Удив Спасибо Под ногтями Мухиной найдены частички петелия убитого Значит, она не лжет Но, судя по трассологии дара, Катя не могла шраснуть адвокат Эфемидии У нее рост не тот В прыжке Спрошу С табуретки Ну прекратите Я не понимаю, о чем вы говорите Катенька, кто с тобой живет? Никто Ну, никто так никто Только учти, мы все равно это выясним, рано или поздно Ну, выясним Ну и выясняйте А мне вам сказать больше нечего Присмотри за ней Ну, что скажешь? Да все ясно Выгораживает она своего сожителя Смелая девчонка, однако Вай, ну что у тебя? В общем, трудно сказать Было ли это изнасилование Или просто страстный секс У Мухины на теле синяки, царапины Значит, Валюш, просто девушка влюбилась в своего преподавателя Никакого изнасилования там в помине не было Ну, по крайней мере, такой вывод я сделал Посмотрев фотографии с ноутбука А когда ее парень узнал об измене О, именно Именно Только это не парень, а брат Слава матери, он живет в сестры, а прописан в другом месте Так, Сережа, давай быстро, Катя Я понял Вы местный? Да, да, да А Олег Мухин, где живет? Вон он, на третьем этаже живет Да вон оно, да вон оно-то идет Олег Мухин Федеральная экспертная служба Майор Кургу Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо, тихо Все нормально Что с тобой? Тихо, тихо, тихо Стоять, стоять Кто бегался? Руки за спину Садись Ого, Николай Петрович Вот это удар Не я Обстоятельство В общем так, Иван Нужно сравнить ДНК этого гражданина С частицами эпителия на костяшках пальцах убитого Как убитого? Убитого, убитого Гражданин Мухин И не стройте из себя идиота Убитого адвоката Рогова Откройте рот, пожалуйста Да, отлично Везите его к нам срочно Ну что, Олег Иванович Сами все расскажете? Не понимаю, о чем вы Не понимаете А убегали зачем? Да в ксиву вашу не поверил Подумал грабитель Понятно Знакомьтесь Отпечатки ваших пальцев Найдены в кабинете убитого адвоката Рогова А частички вашего эпителия Найдены у покойного на костяшках пальцев Ну Есть что сказать? Нет Странно А вот ваша сестра Мухин призналась в убийстве Рогова Выгораживает вас Выгораживает вас Любит Катя А вам нечего сказать? Катя, она у вас? Да Галина Николаевна Слушай, к нам сейчас Столярова привезут Опера его приняли При задержании никакого сопротивления не оказал Отлично, я допрошу его Угу Катя сказала, что пойдет к этому Рогову В контору Договорилась показать ему свою курсовую Посоветоваться Но мне это сразу не понравилось Потом я заметил у Кати синяки Она оправдывает этого подлеца Но я-то ей не поверил Ты поняла, ты дура я тебе говорю Ты дура, он же тебя изнасиловал Ты понимаешь? Нет, я люблю его Ну пойми Да я его собственными руками придушу Ты понимаешь меня? Я прошу тебя Не надо, не надо Я действительно убить его хотел Я уже узнал адрес этого Рогова, его конторы Пришел туда вечером Заходите Открыто Чего я могу помочь? Ты кто такой? Тебя Столяров прислал Я тебя муля сейчас утолкну Столяров? Он сказал Столяров? Да, кажется Я могу ошибаться Да какая разница? Да я не уверен Да я вообще не слышал, что он говорил Я его чуть не задушил собственными руками Он Да я действительно не виноват Она меня сама чуть не изнасиловала Что ты сказал? Что сказал? То есть сказал Ты вон там в столе посмотри Там записки от нее ко мне Так что, нормальная история Студент влюбил в свое преподаватель Да не там, не там Вон там, в нижнем ящике Ну что, узнаешь почерк? Ну все? Это все записки? Все Разве современные девушки Пишут письма от руки? Влюбленные, да Она влюбилась Мне не стало говорить Но он же старше ее на 30 лет Она через компьютер не стала писать Боялась, что я узнаю Я ведь знал пароль от ее ящика А что было в письмах? Она в любви ему признавалась Я Катике-то не сказал Письма все сжег Но не убивал я его Почему вы мне не верите? Я верю фактам Ты последний, кто видел Рогова живым Избил его Понятно Вам дело закрыть надо Бывает Столяров Илья Валерьевич? Он самый Чем обязан Любимым органом? Да собственно ничем Скажите Вы знали Рогова Артема Игоревича? Ну знал Как не знать? Ну да Он же был у вас с судьей на процессе Ну и что? А то Что на зону вы попали Именно благодаря Рогову А при вас был найден Вот этот вот телефон С которого вы В последнее время Неоднократно Звонили Рогову И мне кажется странным Что сразу после освобождения Вы решили поговорить с судьей Который приговорил вас К большому сроку Несмотря на Смягчающую вину обстоятельства Гнида Он прекрасно понимал тогда Что это якобы жертва Якобы изнасилование Сама меня в постель затащила Еще такой кайф испытала от секса Чуть не померла от счастья Правильно сделали Что его грохнули Видать не одному мне Он жизнь загубил Так А вот с этого момента Пожалуйста подробнее Откуда вы знаете Что он мертв Так я видел его мертвым Я приходил к нему В тот вечер Долги отдавать надо В офисе никого не было Видать босс всех отпустил Контора у него маленькая Приходил не убивать Запугать хотел Запугать и выяснить Зачем он невиновного человека На зону загнал Вы его убили? Да нет Он уже мертвый был Его только что убили У него еще из раны в башке Кровь начала вытекать Опоздал И вы думаете мы вам поверим? Думаю да Я как освободился Сразу за ним следить начал За домом его Ну чтобы получше Его узнать Звонил ему Запугивал Я хотел чтобы эта тварь Помучилась как следует Перед смертью Ну и план я придумал Короче знал я что этот старик На Рогова наезжает И собаку его убрать хочет Ну думаю Самое время начать Запугивать Рогова Я хотел чтобы он визжал И мучился от боли За свою поганую жизнь Ну а собаку я прирезал Как прирезал? Ну уж я у старика спер Слышал как он с Роговым ругается А тот ему мол залил ты меня Ну я к старику в прикиде Сантехника не явился Я еще в перчатках был Таких как в сантехнике ходит Ну чтоб отпечатков не оставлять Покрутился там Трубы мол проверить хочу Нож у него попросил поострее Он мне его и дал Вот так И Пахомыча ножа не хватился? Не знаю я его не спрашиваю Надумал значит соседа по полной подставить? А то Собака хоть и не человек А статью за жестокое отношение к животным Знаю Так что на суде Я от своих слов откажусь А доказывать замучаешься Начальник Мне кажется что Мухин говорит правду Не стал бы он убивать другого Не было изнасилования До конца я не уверен Все улики против него Ну тогда я вообще ничего не понимаю Пахомыч Тайрова опознал Действительно Тот приходил к нему под видом Водопроводчик сантехникой Но какой тогда смысл ему бить Рогова по голове статуэтка Эфемиды А потом еще в спину нож вонзать Да и к тому же он так Спокойно об этом говорит Значит все таки Мухин Да тоже не выходит Николай Петрович Почему? Сталиров говорит что когда он пришел к Рогову Тот был уже мертв Значит убийца вышел перед Сталировым Нет Тогда бы не столкнулись нос к носу в приемной А оба утверждают Что друг друга в глаза не видели Либо они оба гениальные актеры Вот например на научной ставке Если бы они друг друга знали Каждый бы на другого первый показал Вот он убийца Я его видел Держите его Ну значит убийца Возможно Мухин Спрятался прямо где-то в кабинете Когда услышал как Сталиров пошел Где там можно спрятаться? А что? Хорошая мысль Петрович Что-то есть Вряд ли нам это поможет Нитка обнаруженная в шкафу в офисе погибшего Ого Это нитка жадких чулок Исследуй образец на предмет наличия органики Возможно компонентов для выделения ДНК В общем я думаю что убийца действительно прятался в шкафу Пока Сталиров был в кабинете Ну если конечно Сталиров не врет И он сам не убийца Ну вот вообще к интернете Я исследовал нитку Выделил из нее ДНК Мухина? Нет И не Сталирова И даже не Пахомыча А чья? Начну с того что это нитка женского чулка Причем женщина пользовалась Префолактическим кремом Против фарикозного расширения вен Альмагена Опа Сказать Потом мне удалось выделить ДНК Из пота жировых следов с этой нитки Я сравнил ее с ДНК по нашей базе И получил положительный результат Помните мы брали ДНК У жены убитого Да Подожди Может она раньше чулок порвала? Исключено Крем состоит из определенного набора органических веществ Они окисляются при нанесении на кожу Ничего не понимаю Ну зачем ей то убивать? А чего здесь понимать Николай Петрович? Еще достаточно молодая жена Пришпевающего адвоката За что у нас там жены мужей обычно убивают? За денег что ли? Конечно Ну вышла на замуж За человека На 20 лет старше ее Возможно не по любви Ну так В случае его смерти Денежки все равно ей все достанутся Отлично Только все это теории Даже если она и сидела в шкафу Что это доказывает? Ну мало ли зачем люди в шкафах сидят Подождите Есть у меня одна идейка Вот ты женись после этого Ну Простите что побеспокоили вас так поздно Ничего я понимаю Вы поймали убийцу? Думаю да Это бывший подзащитный Вашего мужа Он недавно вышел на свободу И захотел свести с ним счеты Он следил за вашим домом Нам нужно чтобы вы посмотрели на него И сказали Видели его Или нет Прошу вас Проходите Присаживайтесь Посмотрите внимательно на этих мужчин Кого-нибудь из них видели Когда и где Да Я видела вот этого мужчину Он околачивался около нашего дома Сволочь Ну и прекрасно Вы его посадите? Конечно Улиг против него достаточно А уж теперь когда мы узнали Что в кабинете вашего мужа Была установлена скрытая камера Камера? Да Мы сами ничего не знали Случайно вышли на фирму Которая устанавливает такие камеры Они-то нам и рассказали Что в конторе вашего мужа Установили оборудование Прямо на потолке В вентиляционном люке Представляете? Так что завтра с утра Пойдем туда Возьмем диск И не сомневайтесь Сядет надолго Спасибо вам огромное Ваши показания нам Очень помогли Странно Что? Я же покопался Из спортивного интереса Ты знаешь Похоже все имущество Адвоката И так принадлежит жене Квартира Машина Ремонт в конторе Тоже оплачивала она Да и счет в банке У нее гораздо солиднее Вам помочь? Вы наверное пришли снять Показания со счетчика Я вам ничего говорить не буду Ну что ж Это ваше право Значит говорить буду я Вы очевидно изменяли своему мужу И замуж вышли по расчету Нет Вы так ничего и не поняли Я безумно любила Артема Я его обожала Но несколько дней назад Я на его спине Обнаружила эти царапины И сразу поняла Что он не изменяет Милый Господи опять ты с этой девкой Иди к черту Нет никакой девки Ты мне все врал Ты все время мне все врал Да я врал тебе Я сплю со своими студентками Довольно И сплю с секретаршей Трахаюсь с ней Ты это хотела от меня услышать И женился я на тебе Только из-за денег Пошла вон отсюда Открывай гадьер Я знаю, что туда Опоздал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok